Вера Александровна, вы мне вот скажите, хочу вопрос вам задать. У вас брат, герой Советского Союза. Я ходил в школу, а вы меня не приглашаете. Под красным знаменем прошел. А как же вот сейчас получилось так, что мы идем отмечать День Победы под знаменем, так этим триколором? Почему красный знамен мы не несем? А несем триколор. Как это могло произойти? Как все вот так перевернулось с ног на голову, по сути? А я думал, что ты меня в школу пригласил, чтобы я рассказал о своем брате. Да понятно, так ведь детям забили мозги, вот с этой жестокостью Сталина и прочее, уже это самое, нам власть как-то помешалась на этом деле. В другом мемориалы открывают... Ты что, меня что-то фотографируешь? Зачем? А, я хочу ваше мнение узнать. Ваше мнение хочу узнать. И я понимаю, что мой брат защищал Советский Союз. Так под красным знаменем. И он шел под красным знаменем. И под красным знаменем шел... Еще шел... Шел... Шерст. Шерст идет под знаменем. Красный командир. И он был командир роты. И он 600... 600 немцев взял в плед, потому что сдал язык. Ему не было до 20 лет. И он шел под этим красным знаменем 2-го Белорусского фронта. Сапером, мальчишкой. Мечтал стать летчиком. А пришел инвалидом с войны, потому что был тяжело ранен. Это он строил мост через Эльбу, где американцы встречались. Сапер ошибается один раз. А он выстоял. А отец мой вообще пулеметчиком, оказывается, был на бронде. Снял броню, шел и получил медаль за победу. Пришел весь из раненых. Закончил войну в 45-м году в Восточной Пруссии. Получил медаль. Я его нашла через архив. Он не гвардейской дивизией был. В гвардейском полку. Из личного оружия убил 5 немцев. За что он получил... Ну ведь сейчас на историю всю переврали. Вот в чем дело, Вера Александровна. Ну что бы мы сделаем? Теперь уже, понимаете, в Сталин оказывается тиран. Это не верховный главнокомандующий. У нас уже нет сил на это. У руководства, которого Красная Армия сломала в президенты. Это все власть сделает. Это все власть сделает. Это не генерал. Вот я не могу понять. Что это за политика такая? Политика уничтожения нашей истории своими собственными руками. Они орут, что другие страны уничтожают. А у нас тоже самое. А все снизу начинается. То же самое, да. И все началось с нас. Вот сейчас в Польше восстановили наше кладбище, да? Восстановили поляки там в одном месте. Много было погибших, да? Они делают. Ну уничтожают. А мы что сделали? Мы все уничтожили. Мы все разорили. Благодаря Гребачеву и Ельцину мы пошли на поводу. И триколор вытащили. Хорошо триколор. А где красные знамена? Мы их видим, эти знамена, под которыми шли люди. На параде только. Куда их потом складывают? Где они? В каких полках они? Почему второй белорусский фронт не идет под красным знаменем только 9 мая? Почему уроки мужества под этими знаменами? Кто из наших школьников их видит? Вот я, например, выйду рассказать про своего брата, который не имеет 20 лет, отроду получил героя сапером. И я бы знаменем показал. Ребята, вот под этим знаменем у нас дорожался. Нету знамени. Никто не даст мне это знамя. Где они? Куда их спрятали?